Девушки отдыхают 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 Ну, по крайней мере, так было. Так как теперь какой-то нюхающий клей интерн-трудоголик решил добавить систему зарядки-разрядки на почти каждый ствол. Это отличное решение для однозарядных орудий, но для всего остального... Что ж, похоже, я застрял здесь на следующие 20 минут. Об этом вы никак не узнаете заранее, так как это не является характеристикой оружия. Вам придётся прочитать сотни параграфов текста только для того, чтобы узнать уровень базированности или уровень кринжа вашего оружия. Должно быть, жить в Японии довольно сложно. Папа, папа, когда я вырос, то я хочу стать UX-дизайнером. Ты принёс великий позор в нашу семью. Мой сын никогда не будет делать удобный и понятный интерфейс. Немедленно убери этот бред из твоей головы. А теперь садись обедать. Твоя мать приготовила твоё любимое блюдо, крашеный утиный член. Очень питательно. Фехтовальщика можно описать следующей фразой. Ты ебаный покойник. Примерно через полминуты. Фехтовальщик — это полная противоположность твингдайверу. Медленно, но верно, он убьёт тебя. Может, даже чересчур медленно, но мне плевать на скорость, ведь он может атаковать любым оружием с двух рук, миниганами, намёты, ракеты, холодное оружие, щиты, всё что угодно. И ещё один момент, я соврал, он далеко не медленный. Так как вам доступны два слота для дополнительного снаряжения, так что пока фехтовальщик-новичок неуклюже передвигается по карте, фехтовальщик-мастер, по сути, телепортировался в нужное место. Я довольно плохой фехтовальщик, так как мой мозг сгнил из-за прошлой игры за налётчика. Налётчик управляет орудиями, и, что более важно, авиаударами. Мы говорим о гаубицах, пушках, бомбардирах, турелях, орбитальных лазерах, лазерах из промежности, короче, всё, что душа желает. Если на поле боя рендерится тысяча эффектов, а ваш экран дрожит, это значит, что вы играете правильно. EDF считает, что гриферство товарищей — это одно из важнейших человеческих прав. Так что теперь у налётчика появился третий оружейный слот для... Огня из 150-миллиметровой пушки! Игра постоянно сообщает вам о каждом активном авиаударе в вашей зоне действия. Это всё равно, что сказать мне, мирному иракскому опиумному фермеру, что над моей головой кружит дрон Hellfire. Поверьте, я уже в курсе. Но, эй, когда меня запрут в глухом изоляторе, мне всегда поможет убрать тишину в моей голове прекрасный звук. Это Диа-2, мы снова вылетаем для поддержки наземных войск. Кого ты там назвал наземным? Я уже давно в воздухе. Ладно, проехали. Налётчик имеет огромный автопарк техники, при условии, что этот автопарк был заранее угнан рейнджером. Но я отвлёкся. Вот мое ощущение от управления техникой. Каждый мотоцикл неуправляемо. Глубины ползун идеально подходят для подземных миссий, только не забудьте захватить с собой пакет для рвоты. И, наконец, броневик-картеч управляется так, как будто кто-то протёр покрышки наждачкой для эстетического удовольствия. Несмотря на это, картеч — это самый сильный транспорт в игре. Вопрос брони против скорости не имеет веса, когда стая пауков способна разорвать пространственно-временной континуум за пару секунд. Налётчик был создан как класс поддержки. Это правда, ведь я всецело поддерживаю огонь по-своему. Хотя, знаете что? Хватит. Я устал от этих гриферских шуток. Я больше не хочу быть агентом хаоса, который вредит своей команде. Начну всё с чистого листа. Выпустить робо-пылесосы. У каждого класса есть способность, позволяющая снизить риск огня по-своему. И вдобавок, у налётчика есть набор инструментов для улучшения этих способностей. Скорее всего, вы попробуете один из этих перков, а осознаете, что они мусор, и больше никогда к ним не прикоснётесь. Но как же получить доступ к этому снаряжению? Ящики. Прямо как ваш отключившийся сосед по комнате, который несёт в себе две вкуснейшие почки. Местные инопланетяне — это, по сути, пиньята, наполненные полезными предметами. Аптечки дают здоровье. Оружейные кейсы дают вам новые пушки в зависимости от числа, которое было рассчитано через какое-то непонятное эзотерическое уравнение. А ящики с бронёй навсегда отдают очко здоровья. Эта система — мусор, полный отстой. Она никому не нравится, и в ней нет ни капли смысла. Но игрокам идеев неинтересны игры, в которых есть смысл. Им нравится лишь вид сохнущей краски, и вкус адреналина, и страха бомжа, за которым они гонятся по закоулкам Нью-Йорка. Новые способности открывают доступ к широкому спектру полезных билдов для каждой ситуации. Оценка этих ситуаций — это простой двушаговый процесс. Первое — продолжайте делать то, чем вы занимались ранее, и второе — умрите от какой-то непонятной херни. Один мозговой штурм спустя — вы поймёте суть. Повторяйте этот алгоритм, пока эта страшная рутина не заменит вашу повседневную жизнь. Но вскоре ваша человечность иссякнет, и от вас останется лишь пустая оболочка, которая движет лишь одно желание — закончить эту е... миссию. И всё благодаря DLC, которая заменяет геймплей на... гей-плей. Для поддержания боевого духа в тёмные времена, для идеев был разработан набор самых разнообразных голосовых команд, которые вы когда-либо видели. И у большинства из них есть озвучка. Помните, самое сильное оружие армии, у которой есть огромные ракеты, — это... надежда. Когда всё пойдёт прахом, именно вам придётся снова зажечь искру надежды... песни. О, мы пехотная элита! Жерва наша не будет забыта, вставай на бой, земной народ! Здесь творится полный бред. Это касается и истории. Это вселенная, где все любят нюхать клея, включая пришельцев. Однако, крайне важно, чтобы вы попытались понять сюжет. Так что давайте я расскажу вам основную суть. Вы простой гражданский, но вдруг появляются огромные муравьи, и вам выдают оружие. На поверхности вы понимаете, что наступило масштабное инопланетное вторжение. Новостные корреспонденты пытаются понять, кто виновен в происходящем, хотя все всегда знали, что у России и Северной Кореи были готовы сотни батальонов муравьиных войск. Но сейчас самое важное — добраться до безопасного места. Ваш сержант плохо ориентируется на местности, и вы не смогли сбежать вовремя. Неожиданно появляется новый вид пришельцев. Цитирую игровой диалог. Я... я не могу стрелять по ним, они похожи на нас! Затем вы видите то, о чем говорил ваш сослуживец, и понимаете, что они действительно похожи на людей. Посмотрите, две руки, две ноги и голова. Мой бог! Это же лысый двунок! Поразительное сходство! Затем приходят эти ребята, но их никто не замечает. Кого из них сейчас ласкают? Оставляйте свои комментарии на Вичат, и помните, китайский Тайпэй принадлежит КПК. В Пекине идет масштабное сражение за овладение неким таинственным супероружием. Также приходит Годзилла. Это никак не повлияло на сюжет. Пекин отбивает вторжение пришельцев и показывает свое супероружие. Загрязнение. Нет, это не я придумал их оружие, это загрязнение. Слабость пришельцев — это микробы в их организмах, которые поглощают всевозможные виды загрязнений. В конце игры даже появятся зеленые муравьи, которые едят бетон и переваривают микропластик. Появляется еще один кайджо. К счастью, на этот случай у нас есть огромный мех. Далее оказывается, что чужие в сговоре с огромными пчелами. Я словил микроинсульты и продолжил писать этот сценарий. Женщина-ученый в отчаянии обращается к мифологии. А оказывается, древние люди были созданы богом после того, как он спустился на землю в яйцеподобном корабле. Ее тут же обрывает оператор, громко заявляет, «Это бред! Мы живем в реальности, а не в какой-то сказке! Возвращайся к работе! А еще нам нужно найти яйцеподобный корабль и взорвать его!» Причины пьяной драки за Тихоокеанский рубеж остаются тайной. Затем на протяжении трех миссий я убивал ходячую крепость. Я забыл почему. Скорее всего, потому что уровень алкоголя в моей крови позволял мне переехать семью из четверых. Или же потому что мой мозг был занят осознанием того, что космический корабль может превратиться в библейский достоверного ангела. И затем появился бог с большой буквы «Б». И что же нам делать? Конечно же, арестовать его. Идеев попыталась арестовать бога. И бог начал сопротивляться аресту. Так что, следовательно, нам надо убить бога. Именно, вам нужно убить бога, так как на самом деле все это время это была японская ролевая игра. Бог мертв, бог останется мертвым, а мы его убийцы. В итоге в концовке Аля Нью-Вегас нам сообщает, что 90% населения Земли нахуй вымерло. Оставшиеся 10% живут в Индии. Держите в уме, что это та же самая страна, где политик решил доказать чистоту местной реки, выпив воды из этой самой реки, после чего его отвезли в неотложку. Надеюсь, после моего рассказа вы поняли, что мир ИДФ — это параллельная вселенная, где синдром Дауна считается нормой, а хромосомы работают как покемоны. Вы сможете собрать их всех, но вскоре они начнут биться друг с другом. В заключении я хочу рассказать историю. В нашем классе, в начальной школе, по какой-то причине вместе с нами учился мальчик с особенностями. Однажды он очень захотел поиграть с игрушкой, которая была у нас, но мы ему ее не давали. Мы знали, что он ее сломает. Так что он решил засунуть ее себе в задницу, и теперь только он мог играть с этой игрушкой. В то время мы были очень суеверными, мы думали, что спид переносится через дерьмо. Забавно, что группа восьмилеток оказалась не так уж и далека от истины. Гомосексуальное яблоко упало недалеко от гомосексуальной яблони. Совершенно случайно ИДФ донесла до нас истину человеческой натуры. Дорогие инопланетяне, если вы хотите уничтожить наш мир, то не спешите. Мы и без вас хорошо справляемся. Как всегда, впереди много контента, так что не переключайтесь. Теплая благодарность всем членам гильдии торговцев, которые щедро спонсируют мои видео. Правда, у меня не было возможности собрать вас дань, но это вскоре изменится. Вы все воистину замечательны. Хорошего дня.